Миш, здравствуйте. Итак, то что вы доказали, что экземпляр класса функциональный объект, я это увидел. Молодец. Я, к сожалению, Миша сейчас не буду рассказывать, потому что в этом проекте есть другие ребята, где вы выкладывали. Надо, чтобы они к этому доперли сами, дошли. Потому что вот то, что вы здесь написали, я скажу, что вот это уже уровень довольно высокий. Объяснение последовательный и прекрасный. Но от чего можно было где-то прицепиться, да, где-то вы хотели забежать вперед, да, и сказать, что, показать, да, вот это атрибут, то есть прямо выделено, да, что вы это понимаете. Вижу я это. Но все-таки давайте придерживаться, что в данном случае переменная остается переменной. Она потом будет чем угодно, но в классе это переменная. Я ни в коем случае, Михаил, не цепляюсь. Я понял, зачем вы это написали. Ну, у меня есть, да, по ссылкам я тоже получил ответ четкого понимания вами ссылок. Это я тоже получил ответ. Разбирать я задания сейчас не буду. Пусть попытаются хотя бы ребята разобрать. Для тех, кто смотрит это видео, два шага, да, одну секунду. spb-tut.ru в ссылке индивидуальное обучение. Так будет толк. Без самого индивидуального обучения очень много будет пропущено. Но у меня сейчас довольно короткое будет видео, Миш. Все-таки я задавал вопрос. Я понял, что пока, что касается ини-субкласса, это еще делается. С объектами первого класса у нас порядок. Это все прекрасно. Пока написание немножко оставляем, потому что надо добиться, что понимание кода на высоком уровне. Это мы добились и, в принципе, можно будет переходить. Прежде чем задать следующий вопрос, который я задам вам позже, да, вот именно, чтобы уже нам как-то к метаклассам подойти, чтобы начать чего-то писать. Проект вы уже можете писать. Постараюсь как-то, ну, в ближайшее время показать методику, да, быстрого освоения жанра. Хотя она есть, но я покажу ее еще компактнее, да. А вот сейчас бы я хотел вас попросить объяснить, да. Смотрите. Есть две вещи. Две вещи. Можно работать с кодом, да, но при этом код ведь он меняется. Сегодня один, завтра второй. Как правило, сам по себе код забывается, да. Это неэффективно. Меня интересует сейчас вопрос. Работа с навыком. Я в прошлое видео, когда вам давал задание, наверное, объяснил немножко пространственно. Ну, я для вас всегда делаю сложные задания, да. Вы с ними, вижу, справляетесь неплохо. Я задам вопрос конкретный. Вот смотрите. Есть. Это будет подсказкой для вас. Есть два варианта написания кода. Ну, вот пишем код, например. Мы рассматриваем класс. Берем там, пишем. Ну, мы собрались там разобрать, какой экземпляр. Да, класс там, А. И создаем экземпляр. Ну, вот так вот говорим себе. Мы создаем экземпляр. У нас все сработало. Это называется идти через код. Иными словами, в данном случае этот конкретный код забудется к вечеру, там через неделю, неважно через сколько. Потом на него наслоится следующий код, следующий. Иными словами, никак мы не выберемся к пониманию, да. Есть второй способ. Есть второй способ. Я вам даже его подскажу. Только не буду ничего проговаривать. Я потом сформулирую свой вопрос. Мы создаем класс А. И то же самое. Дальше. Что делаем? Дальше мы создаем экземпляр класса. Как видите, создаем его неправильно. Получаем некое там значение, что хранится класс. Здесь давайте вообще. Я это много раз проговаривал. Но сейчас вот хочу понять, что... Вижу, что... Ну, трудно с этим пока. Здесь мы напишем, что были некие вычисления, потому что нам они нужны... А нет. Сделаем просто. Определим ссылку. И посвоим значение. Так. Стоп. Вот так мы не должны были делать. Я ж не там писал. Это мы уберем. А. Я немножко не тот класс. Ну, хорошо. Вот это вот сейчас сработает. Ага. И что мы видим? В данном случае нам чего-то не хватает. А чего не хватает? В данном случае нам не хватает понимания методики, что делать. Вот как нам поступить, сформулировать методику, чтобы нам тренировать навык. В данном случае... В одном случае мы тренировали код в предыдущем, да? Где я сказал, что код забудется. Это гарантированно. И код будет меняться от проекта к проекту. То есть принципы будут оставаться, что это объект первого класса. Но ведь нам надо по чем-то ориентироваться. Я это часто говорил. Что здесь произошло? Здесь катастрофа произошла. Какая? В данном случае все пошло на смарку, да? Это легко проверить. На смарку пошло потому, что... Я работаю с навыком. У меня выработан... Опять же, не буду подбирать слова. Хочу, чтобы вы сами дошли. Выработать понимание, что вот это вот неправильно. Тогда у нас возникает вопрос. Смотрите, сколько у нас возникает вопросов. А что правильно? Правильно. Да? А что правильно? И... Чтобы нам не усомниться, в данном случае мы возьмем help экземпляр. Он нам выведет, даже скажет, нагло будет врать, да, что это экземпляр. Он нам показал, что у нас есть init, но... Вы же человек опытный. И видите, вот здесь параметр, да? Который у нас... Это обязательный позиционный параметр. То есть мы, по сути дела, должны были бы получить исключение. Проверить это абсолютно легко, если написать правильный код. Так вот, становится вопрос. Вот прежде этого, давайте по порядку сформулировать, что я от вас хочу добиться. Здесь, вот здесь, в вашем задании, вы на самом деле могли получить намного больше понимания и выразить намного лучше мысль и больше получить опыта, да, который бы у вас остался навсегда. В данном случае есть одно но. вы делаете хаотично. Делаете, как я говорил, да, с одной стороны. Но у вас отсутствует несколько моментов. Эти моменты надо просто понимать. и так, есть вообще, если брать, тренировать, тренировка кода это то, чем забит весь интернет, да, вот открываем там, например, там, класс Python, и все, да, код, который прочитал, забыл и в принципе ничего не осталось. То есть, тренировка кода. А есть тренировка навыка. вы в жизни используете всегда навык. Вот смотрите, я всегда объясняю это примерно так. Вам надо попасть в точке А в своем городе в точку Б. Например, там, поехать там на рынок какой-то, да. С одной стороны, вы же не поступаете так, что запоминаете, садитесь и запоминаете все дома. Как туда добраться? У вас есть определенный алгоритм навыка, что надо выбрать транспорт и конечную точку, да, куда вам надо добраться. Вам совершенно не обязательно изучать все дома, которые идут там по маршруту. Просто-напросто это будет отнимать время. Так вот, навык дает возможность вам ориентироваться, вы также могли сориентироваться и в другом городе, и в третьем, и в четвертом, то есть, вам не нужны какие-то другие знания. Вам нужны определенные инструменты. тогда у нас чтобы начать тренировать навык, да, то есть, это было эффективно, независимо от библиотеки. Открыли джанго, работаем, да, то есть, то, что мы до этого делали, это нам помогает. открыли PyTorch, открыли там любую другую библиотеку, и мы просто пишем, наслаждаемся, знаем четко, что делать, независимо от библиотеки. Это вот, у вас же уже частично это есть, вот как вы работаете с объектом первого класса, и потом связали это все с другими вещами, да, то есть, по отдельности ничего не существует, вы это поняли. но в любом случае, в том, что вы пока делаете, я не вижу системы. Вы выводите, да, правильно, но тогда давайте отвечать на вопрос, те видео, когда вы уже приблизитесь, они будут уже скрыты, да, это открытое, потому что все равно никто ничего не поймет, и никто ничему не догадается, но мы с вами придем к этому, и результативность вырастет ой, в разы сильно вырастет, просто цели другие будут, вот сейчас в вашей задании, в ваших задачах, я еще раз говорил, цели другие, да, вы использовали, но вы не знаете, что вы используете, вы просто добивая, здесь, в данном случае, все сделали правильно, все красиво, доказали, а вот осознанности нет, то есть, вы не знаете, как это сделать было бы гораздо эффективнее, я вам сказал про навык, то есть, нам надо понять, как же этот навык тренировать, ведь самое главное, это навык, так вот, если взять этот навык, да, то есть, код вы поняли, да, когда у вас все правильно, это вообще не работает, завтра забыли, тренировка навыка, что правильно, как это, то есть, как это тренировать навык, каким способом мы можем тренировать навык, у нас должны быть по минимуму, начальная точка отсчета, она должна работать, эта точка отсчета для всех языкового программирования, что мы берем за основу, думаете, да, второй момент, сам способ, способ, тренировка, тренировки навыка, программирования, то есть, что мы вообще мы должны тренировать, ведь, если вот реально посмотреть, да, здесь, я сказал, классно сделано, все правильно, только цели надо было поставить другие, чтобы достичь вот этого же, я говорю, вы меня услышите, я говорю, у вас сделано правильно, я хочу, чтобы вы это проговорили, прописали, то есть, сам способ тренировки навыка, ну и понятно, что если есть начальная точка отсчета, значит, есть сам способ тренировки, и должны быть некие условия, да, которые нам будут понятны, условия, я по сути дела у вас это все увидел, только вы это делаете сегодня, как это сказать, на интуиции, на ранее изученном материале, но осознанности, да, вот я здесь не увидел, потому что просто это надо сформулировать, сформулировать надо три вещи, начальная точка отсчета, она всегда одна, она всегда одна, для этого надо просто вот здесь внимательно подумать, да, посмотреть, что вообще брать всегда за точку отсчета, здесь есть ответ, да, если так подумать, второй момент, сам способ, то есть в процессе, вот вы доказывая, да, что экземпляр класса функциональный объект, производили действия, сам способ, к чему вы стремитесь, вы, я скажу здесь, вы стремились показать, что действительно, смотрите, экземпляр класса функциональный объект, и сделали выводы, выводы сделали правильнее, да, я прочитал, молодец, я вас понял, есть одно но, вы пытались доказать, что экземпляр класса функциональный объект, а путь достижения, чтобы это доказать, надо было выбрать другой, то есть вы в данном случае, да, работали правильно, работали с исключениями, да, да, все это да, было бы четко определить, вот в данном случае, какова моя была цель, да, вы скажете, доказать, что экземпляр класса, это функциональный объект, прекрасно, и тогда вопрос, а каким способом, к чему я должен стремиться в процессе доказательств, и у вас это тоже есть, только это опять неосознанно, поэтому и качество немножко страдает сразу, я больше ничего не скажу, и третья такая интересная вещь, и условия, то есть смотрите, и это у вас есть, да, но вопрос в том, тоже неосознанно, по сути дела, по сути дела, вы определяете, с одной стороны, у вас здесь получилось сейчас, если посмотреть, у вас получилось определенное техническое задание, да, которое вы, вот вы взяли, доказывают, почему экземпляр класса, функциональный объект, все, то есть вы это пошли, дальше я в процессе увидел, что вы показали, что действительно прекрасно работаете с ссылками, да, это я увидел, я сказал, что проговаривать не буду, пусть ребята сами должны, каждый должен сам дойти до этого, иначе не будет смысла, проговорено это тысяча раз, это все бесполезно, пока не скажет, да, знал, слышал, видел, наконец-то понял, да, то, что вы поняли, я это увидел, зачем вам это все нужно, ну, вот смотрите, все очень просто, у вас будет одна библиотека меняться на вторую, на третью, на четвертую, и вам надо понять, а код ведь везде одинаковый, да, принципы, там, объекты первого класса, функции, методы, экземпляры, классы, все же это одинаковое, да, все это работает совершенно под одним и тем же принципом, только меняется логика, там, в зависимости от переменных, ничего больше, так вот, нам надо понять, как нам дальше продолжать заниматься программированием, да, чтобы у нас была максимальная эффективная отдача, это как я вам рассказывал про жизнь, да, ведь вы в жизни везде используете навык, иными словами, даже вот пошли на рыбалку, ну, понятно, там, значит, вам надо выбрать маршрут, чтобы он вел, там, к озеру, к реке, ну, никак там не, допустим, там, к супермаркету, вы же не пойдете там в супермаркет, там, рыбу ловить, правильно, правильно, то есть у вас есть навык, да, если я пойду, вот, к реке выберу, дальше вы переходите, там, к выбору места, относительно, там, должны быть, там, кувшинки, или, там, ну, какие-то вещи, по которым вы ориентируетесь, иными словами, опираясь на навык и на опыт, да, здесь, подвести черту, как нам сделать то, что вот, то, что мы делаем, да, чтобы оно было максимально эффективно, и этот опыт работал с любыми библиотеками, наверное, надо задуматься о том, как правильно тренировать, здесь всего, можно было больше, но давайте упростим, потому что это является, пункт один, у нас должна быть, для того, чтобы это было системой, да, какой-то, то есть, вы системно понимали, что сделать, вне зависимости от библиотеки, и, кстати, вот открываешь код, да, я вам подсказку дам, конечно, дам, открываешь код, просто на этом навыке построено все, тестирование, дальше, если мы открываем, например, любой код, да, и мы видим опять, везде один и тот же навык, он применяется, именно вот этот навык, который сходен с исходным кодом, да, он везде применяется и в программировании, да, только здесь он осознанно применяется, но хорошо бы его было вынести на уровень постоянной ежедневной тренировки, чтобы это потом полностью совпадало с чем мы хотим, значит, нам нужна система, для того, чтобы это была система, надо какие-то условия, которые мы могли бы оследить, первое условие, это начальная точка отсчета, что это, вот что будет начальной точкой отсчета, большинство людей это просто код, вот так делается класс, вот так делается метод, и что? Зашел в исходный код, растерялся, всегда должна быть какая-то начальная точка, эта начальная точка всегда одна и та же, и вы это прекрасно знаете, сам способ тренировки, то есть, чего мы должны стараться достичь, данным случае, данным случае, когда вы отвечали на вопрос экземпляр класса это функциональный объект, вы старались достичь какой цели? Вы старались достичь цели именно, что экземпляр класса это функциональный объект, а надо было достичь цели иной, чтобы сосредоточить свое внимание на других вещах, и они у вас сосредоточены на этом, только неосознанно, чтобы побочным выводом или однозначным выводом стало то, что экземпляр класса это функциональный объект, но кроме этого мы приобрели опыт, нужный нам для работы с другими библиотеками, при этом случае этот опыт у нас бы повторялся от раза к разу и мы бы росли, то есть тренировали навык, иными словами тогда вот этот код он бы считывался моментально сразу, почему, потому что мы это знаем, мы это тренировали, я не зря он его выделил кстати, целый ребус, да, и условия тренировки, ведь можно тренировать, но мы берем когда тренируемся нам надо какие-то условия чтобы понять что правильно или что неправильно, да, надо нам определить у вас все это пока просто спонтанно, да, да, вы правильно используете, но еще раз говорю, вам надо понять как тренировать навык, потому что от случая к случаю я вижу, что то вы код тренируете, то где-то переходите близко к тому чтобы тренировать навык, иными словами сам стиль обучения сегодня не дает вам стопроцентной отдачи, да, из-за непонимания вот этого пока, хотя вы это все прекрасно знаете, просто это надо проговорить, сказать первое вот это будет, второе вот это, третье вот это, и тогда эффективность вырастет во много-много раз, сразу, да, и при этом ваша тренировка, ваше написание будет сильно отличаться, еще сильнее от этого, да, еще будет круче, те, кто смотрит видео, могли бы сказать так, да, Большинок, что ты мозги там дуришь, рассказал бы и все, а я же рассказывал, я много раз это рассказывал, и как видите, услышать это трудно, к этому надо прийти, поэтому сейчас я уже говорю только конкретными вопросами, попытаться вывести формулу эту, она очень простая, подумать, что на самом деле, если вы сядете и проанализируете, вы везде в жизни практически используете навык и опыт, да, с вами к этому придем, обязательно придем, но я хочу, чтобы вы сначала поразмышляли и подумали, и вам не надо никуда бежать, работа та же, да, сейчас, в данном случае, работа та же, только будет усовершенствована, да, вот мы доказываем, что такое, почему класс, почему экземпляр класса функциональный объект, просылки, только меняем саму технологию, да, обучения, чтобы нам четко понимать, вот сейчас, да, мы тренируем то, что нам понадобится, независимо от библиотеки, и там еще куча всего, что мы получим, да, ребят, заканчивая, Миша, все, я закончил, у нас те, кому интересно, есть школа, да, где можно купить доступ в школе, где есть индивидуальное обучение, когда человек начинает осознанно писать и расти дальше, а есть еще в школе, кроме этого, прое, да, например, который называется плохой код, иными словами, чтобы написать хороший код, надо написать много плохого кода, где смысл проекта заключается в трех простых вещах, первая вещь, подойдем, да, уже будет два проекта здесь на выбор, я придумал, мы пишем свой проект, да, при этом сам проект, это, вот я, с моей стороны, это первый шаг, то есть мы чего-то пишем, вторая задача, это задача, то, что вряд ли человек будет программировать, если он не понимает, как это работает, но не так отвечая, что, о, там, объект первого класса это вот так, а хотя бы так, как вот сделал Михаил, да, где действительно чувствуется, что человек понимает ранее, например, чтобы показать работу объектов первого класса, как это работает, взял конкретную модель и вывел это, и вот здесь как раз таки, вот здесь как раз, ты помнишь, я тебе сказал, Михаил, вот здесь вот это, оно все круто, да, ты очень правильно все обозначил, у тебя все понятия, каждое слово несет смысл, который совершенно не будет понятен большинству программистов, которые копируют код, но сам метод здесь вот он, ну, аховый, да, иными словами, здесь, Миш, в следующем моменте вы совершенно после этого переменили тактику, потому что вспомнили, да, сейчас даю подсказку, что вообще-то изучение языка происходит только одним способом, через исключение, я много чего по этому поводу говорил, и говорил, но это были слова, 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 но я увидел, что вы задумались и уже сделали немножко по-другому, да, то есть сделали в правильном ключе, да, но я вижу, что вы пока не осознаете, а что значит вообще тренировать то этот навык, который является, в принципе, ценностью, да, и не зависит от конкретной библиотеки, конкретного кода, открыл джанго, работаешь, получаешь удовольствие, открыл пайторч, работаешь, получаешь удовольствие, открыл следующую библиотеку, работаешь, вы давно уже выросли за тех ребят, которые, например, там открывают джанго, и смотрят, там открывают модели, и как большинство людей, да, и начинают там думать, вот мне надо написать вот так, вот это вот просто скопировать и поставить свое, да, то есть ничего общего с программированием, все это вы уже прошли, прекрасно владеете, то есть, ну, в принципе, что я хотел сказать, я сказал, мы придем к этому, но я сейчас просто уже сформулировал так, более, чтобы дальше перейти, дальше ведь нам надо переходить к чему, атрибуты класса, атрибуты экземпляра, то есть, к этим вещам, и хорошо бы, чтобы какой-то стиль работы у нас был нам понятный, вам лично, да, потому что, если, согласитесь, Миш, есть большая хаотичность в данном случае, если взять, например, вашу работу, вот, когда вы доказывали, что это объект первого класса, да, прекрасно была выбрана модель Жанга, правильный шаг, дальше пошло, дальше пошло, сами понятия, да, прекрасно, класс, модель Пэйш, наследуется от базового класса модель, то есть, расписали, что объект первого класса может быть сохранен в структурах данных и показали это, да, но ведь не приобрели никакого навыка, кроме этого, да, когда я на это указал, другое задание вот тут, да, было, вот это, сам по себе стиль, он был плачевный, да, большинство людей вообще вот так только делают, сделали, а, ну, все, через час там забыли, ну, ничего, пришли к другой библиотеке, опять, как первый раз на нее смотрит, а там все одинаково оказывается, так вот, хотелось бы серьезно заняться, я вам перешью этот файл с этими вещами, подумайте, пожалуйста, это круто будет,